Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 СССР при ООН в Нью-Йорке и закончил на посту первого заместителя министра. В 70-е годы возглавлял американский отдел управления планированием внешнеполитических мероприятий МИДа, заведовал отделом международных организаций. Неоднократно возглавлял делегации СССР на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и ее специализированных учреждениях ЮНЕСКО, МАГАТЭ и тому подобное. Принимал непосредственное участие в создании ЭБСЕ в разработке базовых документов этой организации. Один из ведущих специалистов по проблемам международных организаций и разоружения, которым он активно занимался не одно десятилетие. В течение восьми лет был генеральным директором Женевской штаб-квартиры ООН, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, дипломатический ранг, чрезвычайный и полномочный посол. В чем не прав, Владимир Владимирович, поправляете меня? Вы абсолютно правы. Единственное, что могу добавить, что и сейчас продолжаю на общественных началах работать в ООН, остаюсь ее консультантом по научно-исследовательским проблемам. Есть такой центр в Женеве. И вот мы сейчас активно продвигаем идею, как применить дипломатию. Не только, как это было традиционно для профессионалов, но дипломатия сегодня нужна и во всех других сферах взаимодействия не только государства, но и гражданского общества, частных структур тоже. То есть дипломатия не устаревает, по-прежнему актуальна является, несмотря на виды изменений, которые происходят. Сегодня же по-другому дипломаты, информированы, в конце концов, по-другому. Я имею в виду, вот сейчас новые технологии появились, вы сами понимаете, о чем я говорю, интернет, новые средства связи, абсолютно доступная информация по телевидению, чего раньше не было в пору вашей деятельности. Совершенно верно, изменилась, обстановка изменилась, новый мир, и, конечно, научно-техническая революция привнесла колоссальные изменения. Но дипломатия была и остается инструментом переговоров. Инструментом переговоров не ради переговоров, а ради достижения компромисса. Сегодня поиск компромисса в новом мире, основанного не на балансе сил, как это было раньше, а на балансе интересов, становится главным занятием всех, кто вовлечен в этот процесс. И что очень интересно, надо сказать, если посмотреть на дипломатию, ведь дипломатия тоже развивалась применительно к меняющемуся миру. Дипломатия сначала появилась на двустороннем уровне, в двусторонних отношениях. И только во время Венского конгресса в 1815 году возникла многосторонняя дипломатия, а сегодня многосторонняя дипломатия становится главным инструментом, где работают механизмы поиска компромиссов и достижения балансов интересов. Потому что двусторонняя дипломатия все более и более смыкается с правовыми вопросами, скорее, чем с переговорами. Хорошо, да, и о компромиссах, и о переговорах, и о достижениях в переговорах этих компромиссов, и о жестких, и о гибких компромиссах. Мы с вами поговорим чуть позже, и о проблемах дипломатии в том числе, поскольку это увлекательный, безусловно, предмет. Сама дипломатия я имею в виду. Но у нас вначале есть традиция, наши гости о чем-то спрашивают, зрительскую аудиторию. Задают какой-то свой, желательно, конечно, ностальгический вопрос. Спросите, Владимир Федорович, наших зрителей о чем-то сейчас. Я бы спросил наших зрителей об одном вопросе, поскольку меня это, как дипломата и как международника, очень интересует. Как воспринимались международные отношения в годы холодной войны, и как виделось поддержание мира и обеспечение безопасности в те годы, и как это видится сегодня. И так как воспринималось международное отношение в годы войны... В годы холодной войны. В годы холодной войны, да. Телефон 617-52-20, 617-51-92. Кроме того, выдающимся дипломатам вы можете адресовать любые свои вопросы. Если вдруг о проблемах мира или проблемах холодной войны и дипломатии тогда не хотите с нами рассуждать, то, Владимир Федорович, любые свои вопросы задавайте. Я думаю, в течение оставшихся 50 минут он с удовольствием на них ответит. Для меня очень странно, что был период, когда вы организации объединенных наций меньше всего интересовались. Был такой период в вашей жизни? Вы знаете, я пришел в дипломатию, так сказать, будучи заинтересованной этой темой еще в школе. Потому что была война, я учился в школе, когда была война, естественно, как многие мои сокласники, все мы очень интересовались литературой о войне, читали нашу литературу. Потом кончилась война, очень увлеклись мемуарами, появившимися. Но в это время, после войны, впервые в Советском Союзе стали издаваться книги, переводиться книги иностранных авторов по дипломатии. И были опубликованы книги вот английских авторов Сатоу, Никольсона, француза Жюля Камбона. Я прочитал эти книги и просто был совершенно заворожен. Потому что для меня, который большую часть жизни провел в провинции, все это казалось совершенно каким-то недостижимым, непонятным. И меня заинтересовала особенно дипломатия как процесс. процесс, процесс достижения переговоров и так далее. И поэтому я решил поступать в МО. Кто-то из дипломатов, уже не помню кто, некоторое время назад мне рассказывал, что на него тоже очень сильно повлияла Великая Отечественная война. Сами немцы повлияли как таковые. Очень хотелось узнать эту нацию глубже. Совершенно верно. Это одна была из сторон. И тоже очень хотелось узнать и наших союзников. Как они действовали, как это могло получиться, что было столько много разногласий. В войн даже с нашими союзниками некоторыми до Второй мировой вины. А потом пошел дипломатический процесс. Это казалось очень увлекательным. Тут вышла как раз история дипломатии. И появились вот эти книги о технике дипломатии. Поэтому после окончания школы, мне повезло, я окончил школу. Правда, с серебряной медалью. Но я был тогда в Москве. И это был беспрецедентный суть в 1951 году. Я написал сочинение какой-то в Маяковском и его борьбе за мир. И это сочинение признали каким-то очень таким удачным. И я от имени выпускников впервые тогда, в 1951 году, выступал в колонном зале Дома Союзов. И после этого я поступал в МГИМО. Это, конечно, тоже облегчило все. Я как медалист поступил. Хорошо. Вы человек, который занимается борьбой за мир, как только что Владимир Федорович сказал, на протяжении многих-многих лет, который с малых лет знает, что такое Великая Отечественная война. Вот для вас, наверное, и для вас, дорогие друзья, мы сейчас покажем сюжет. Он напрямую связан с войной. О Сталинградской битве. Потом вернемся к разговору в студии. Именно под Сталинградом развернулись тогда главные события на Советско-Германском фронте. Немцы нанесли сокрушительный удар. Цель – захват Сталинграда и прорыв к нефтеносным районам Кавказа. Гитлер, поручая будущему фельдмаршалу Паудесу, командование 6-й ударной армии, сказал, с ней можно штурмовать небо. Наш фронт был прорван. Части советской армии отступали. Казалось, ничто не может остановить напор врага. И больше всего в это, похоже, уверовали сами немцы. Рожденный в СССР Так, рожденный в СССР Владимир Федорович Петровский в прямом эфире у нас сегодня находится. Телефон 617-52-20, 617-51-92. В начале эфира вам Владимир Федорович задал уже вопрос. Может быть, не все смотрят сначала. Периодически он будет титрами внизу появляться. Как воспринимались международные отношения, вами, как они воспринимались тогда, в годы Холодной войны. И как видели обеспечение мира и безопасности, да, наши зрители. Давайте попытаемся, вопрос не простой, как мне кажется, но попытаемся вспомнить те события. В общем-то, не так много времени прошло, да. Что касается Сталинградской битвы, вы где в эти годы были? Сталинградская битва для меня, я скажу, очень близко, потому что я родился в Сталинграде. Я родился в Сталинграде, но потом в 1936 году мы уехали из Сталинграда. А когда была Сталинградская битва, я был в Новосибирске, коротко. Но после войны случилось, что в Новосибирск приехал командующим западно-сибирским военным округом маршал Андрея Ивановича Еременко, к сожалению, когда говорят сейчас о Сталинградской битве, упоминает имена командующих армии, но совершенно забывает, кто командовал Сталинградским фронтом. И это был интересный человек, человек преданное дело. Один из тех командующих, что, так сказать, даёт хороший пример, который думал не только о том, как обеспечить победу, но и всегда думал, какой ценой обеспечить победу. Его даже критиковали за то, что он иногда поднимался и шёл с военными. И вот, так сказать, тогда в Новосибирске... Тоже дипломат, да? Вот я сейчас подумал своего рода ещё, какой дипломат, да? Тоже поиск компромиссов. Поиск компромиссов и желание, так сказать, идти вместе с солдатами. Он думал о жизни солдат. Для него имело значение, какой ценой достичь этой победы. И он тогда был в Новосибирске, очень большую роль играл, был очень популярен. Там же часто появлялся Александр Иванович Покрышкин, который мы видели тоже. То есть, это привлесло дух. И было очень интересно после этого, я говорю, посмотреть, как это делается в другой плоскости. Дипломатической, которая полная противоположность военной. Что касается каких-то, если вспоминать о музыкальных пристрастиях того времени, я понимаю, что, может быть, сейчас что-то и не вспомнится уже. Но тогда, если сейчас мы вспомним музыку того времени, которая наигрывает, поёт что-то там где-то по радио, это что? Ну, школьные, я помню, воспоминания. Дело в том, что в Новосибирске открылся театр оперы и балета. Это как раз сразу после войны. И там находились и очень большое впечатление. Классическая музыка Моцарта, Брамса производила поэты. Но особенно нравился и театр. В Новосибирске находился Ленинградский театр имени Пушкина, где играли Корчагин, Александровская и Черкасов. Молодой Кадочников играл в Тюзи. И мы очень увлекались этим театром. Театром, музыкой, ну и картинные галереи тоже были. То есть для вас ближе всё-таки литературное такое драматическое творчество, нежели песня, как таковая певца. Для меня как-то больше, ближе литературное и художественное. Я очень люблю искусство. И поэтому даже вот когда был в Женеме, всегда, так сказать, поощрял культурные мероприятия. Потому что культура сама по себе очень важна. Культура, собственно говоря, и обогащает нас. Более того, мы говорим сейчас о единстве мира. Но единство мира предпорогает различия культур. Потому что различия культур делает мир очень интересным. И нам интересно видеть единство через различия культур. То, что сегодня меня... И больше того, я скажу, в практическом, в дипломатическом плане культура всегда очень помогала. Вот сейчас там обсуждали историю советско-американских отношений в связи с юбилеями. Но иногда забывает о том, что большую роль в продвижении дипломатических переговоров сыграли культурные контакты. Ну, например, какие? Культурные выезды. Выезды наших звезд. Звезд Когана, Гиллилса, приезды. Это создавало определенную атмосферу. Ливанов приезжал, Борис Ливанов, со своим театром в Нью-Йорк. Но вы со всеми перезнакомились, конечно, там, да? Или с кем-то подружились даже? Ну, встречались, виделись, так сказать. И это создавало новую атмосферу. Художники играли большую роль. Вот мы очень хорошо знали Давида Борлюка. Так получилось, что приезжал Корин, а моя жена работала в обществе дружбы, знала. И мы установили хорошие контакты, были с художниками. И это все помогало создавать атмосферу для дипломатических переговоров. Сначала культурная, потом... И когда вот я был во главе этой европейской штаб-квартиры в Женеве, я тоже очень активно поощрял культуру. По существу мы начали диалог там культурный в 92-м году. И это очень облегчало мне достижение соглашений. Вот тут Манделла, я помню, он тогда приезжал. И он очень... А вот это вот, наверное, у меня, да? Вот они. Да-да, это Манделла. Вот с Манделлой мы встречались, он очень поощрял и тоже считал, что для развития и понимания Африки. Очень важно знать, ведь тоже поражаешься. Мы часто видим только через одну призму, а вы возьмите Пикассо. Пикассо все свои знания подчерпал из африканской культуры в Нигерии. То есть культуры взаимообогащали нас. Вот сегодня, готовясь к этому эфиру, мы думали, чего же Петровскому нравится из музыкальных каких-то вещей. С одной стороны, вроде бы молодой совершенно парень, 24 года в Америке оказались, да? Да-да. Оказывается, в эпоху 60-х годов, начало 60-х, это бум рок-н-ролла, да? Рассветал через какое-то время Битлз, Элвис Пресли, конечно, да? Ну, конечно, Элвис Пресли, Битлз. Ну, мы ходили на эти концерты, но я не скажу, что я был бы таким как бы восхищен. Мы ходили, ну, когда я приехал в Америку, нас интересовала культура. А второе, что меня всегда очень интересовало, потому что, в общем-то, я оказался на дипломатической службе по стечению обстоятельств. Меня интересовала наука очень. Я очень хотел заниматься научными исследованиями, но потом по распоряжению Хрущева где-то в 56-м году, то есть в 57-м году для того, чтобы идти в аспирантуру. Нужно было проработать три года. И нас всех из аспирантуры, а я уже работал... В госструктуре обязательно нужно проработать. В госструктуре. Меня очень интересовала британская дипломатия. Нас всех перевели туда, и поэтому, приехав в Нью-Йорк, я продолжал заниматься академической деятельностью. И очень признателен нашим руководителям, послам Соболю, Зорину, что они тоже очень активны. Я думаю, Зорина вообще за многое в жизни признательна. Да, и я очень был связан с академическими кругами, практически посещал, знал хорошую профессору Маргентау, Дойчу. Интересные вещи. То есть вот наука, она все-таки была ближе, чем музыка как таковая, чем тот же рок-н-ролл. Наверняка не помните, вот приятность Битлз в Америку в ваш период же состоялся, да? Да, да. В 65-м, что-то, да? Ну, интересно, конечно, ходили, отдавали должные, но я бы не сказал, что я был каким-то большим фаном, как они говорят, этого дела. Поэтому Битлз сейчас и не покажем вам, дорогие друзья. Мы думали, что Льженко показать, может быть, Клавдию Ивановну, поскольку о периоде войны... Клавдия Ивановна появлялась, да. Тоже, да, была? Появлялась, да. Ну, хорошо, давайте послушаем Леонида из Миннеаполиса. Леонид, здравствуйте, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый господин Петровский, вот сейчас из вашей карточки стало ясно, что вы очень многие годы своей дипломатической службы уделяли проблемам разоружения и проблемам борьбы за мир. И в этой связи, вот, может быть, это в развитии вашего вопроса, может быть, ответ на него уж как получится. Я хочу вас спросить. Вот была такая книга Солженицына в круге первом. Да. Там государственный советник дипломатии второго ранга, или подполковник юстиции второго ранга, звонит в американское посвольство, чтобы предупредить о том, что будет переданы советскому разведчику документы об атомной бомбе. Его там, конечно, арестовывают в конечном исчёте. И книга, собственно, этому посвящена. Вот начало и конец – это Володин, Иннокентий Володин. Вот как вы считаете, с точки зрения сегодняшней политики разоружения, тот его поступок дипломата – это позитивный поступок с точки зрения борьбы за мир, или это негативный поступок? Ну, я, честно говоря, сейчас просто неплохо, к сожалению говоря, помню это дело. Но тогда, так сказать, в борьбе за достижение результатов применялись различные методы. Всеми это не было исключением в делах какого-то одного государства. Потому что проблема создания ядерного оружия – это была очень серьёзная проблема. К слову говоря, ведь и когда появился план Баруха в 1946 году, он, собственно говоря, и перевернул все подходы к разоружению. Ведь если вы посмотрите устав ООН, устав ООН упоминает о разоружении, между прочим, когда говорится в Совете безопасности, в военно-штабном комитете. А главная концепция, содержавшаяся в уставе ООН – это регулирование вооружений. Что же получилось? План Баруха привнёс идею контроля над вооружением. Это было вскоре после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, когда Москва приступила к созданию атомного оружия. И контроль над вооружениями, о котором мы часто говорим, но это была концепция Баруха, это напугало Москву очень страшно, потому что контроль над вооружением воспринимался как контроль над начавшимися секретно тогда ещё работами по созданию атомной бомбы. Поэтому в ответ на контроль вооружения Москва стала сделать акцент на всеобщем и полном разоружении. А сегодня, вот говоря о разоружении, оглядываясь на весь опыт, в том числе и многосторонних переговоров, она говорит, здесь многое было достигнуто, особенно в 60-70-е годы. И потом снова, вот после окончания холодной войны, процесс прошёл, пока я был в Женеве, мы сделали, вот я же был генеральный секретарь конференции по разоружению, мы сделали два договора о запрещении химического оружия и запрещении ядерных испытаний в 96-м году. То есть процесс пошёл, но сегодня, я считаю, очень важно возродить эту изначальную концепцию Устава ООН регулирования вооружений, имея в виду, что всеобщее и полное разоружение – это конечная цель, но до неё ещё далеко идти. Если вспоминать начало периода вот этой гонки вооружений, когда всё начиналось, с чего всё начиналось? С чего начиналась холодная война и гонка вооружений? Когда мы начали активно вот так бороться за мир? Первые ростки. Гонка вооружений началась сразу же после окончания Второй мировой войны. И она была подстёгнута идеологическими заявлениями. И, конечно, проблема создания атомной бомбы волновала очень всех. Но одновременно в Москве и Москва и дипломатия советская исходила из того, что нужно предпринимать усилия для того, чтобы ограничить как-то эту гонку вооружений, поставить в определённые рамки. И поэтому организация объединённых наций, у тебя там много делалось заявлений, иногда, так сказать, много слов было, но всё это делалось для того, чтобы мобилизовать политическую волю. И на эти дела и этим же целям, к слову говоря, содействовали и связи большие с академическим сообществом, которые тоже, ведь эти же академики первые сказали о том, какую угрозу Эйнштейна все представляет атомная бомба. То есть борьба началась скоро. Но самое главное, что меня всегда беспокоило, это часто случалось, что иногда у нас слова превалировали над делами. Самое главное, чтобы дела шли в области разоружения. Вот, как я упомянул, в 60-е, 70-е годы, если мне память не изменяет, было сделано что-то 11-12 международных договорённостей по разоружению, но затем большой упор делался на достижение двусторонних соглашений с Соединённостью. Ну, через некоторое время мы увидим сюжет, мы увидим 42-ю, как у меня здесь написано, сессию Ассамблеи ООН, бойкотирование Америкой. А пока мне скажите, вот мы с вами начали немножечко раскрывать тему развала страны, развала Советского Союза, до эфира немножечко поговорили. Вот существует мнение, что Советского Союза не стало отчасти ещё и потому, что мы проиграли в гонке вооружения Америки. На мой взгляд, точка не совсем корректная. Вот как вы к этому относитесь? Экономика страны не выдержала, да? Совершенно верно. Я с вами, Володя, здесь полностью согласен. Не сработала экономика страны. Всё было слишком зацентрализовано и статалитизировано. Конечно, гонка вооружений играла свою роль, но это всегда случается. Было потеряно чувство меры. Было потеряно. И, конечно, огромные деньги уходили на военные расходы. Я помню, когда, к слову говоря, мне тогда поручение Министерства обороны, мы тогда дали данные сообщить в Организации Объединённых Наций, конечно, показали, что расходы были огромные. Конечно, в каждой стране необходимо вооружение, но всё должно делаться в разумных пределах. И вот поэтому вспомнить очень полезно, когда вы спрашиваете насчёт разумной достаточности. Разумная достаточность – это то, что необходимо. Тот критерий, который, в первую очередь, необходимо соблюдать. Алла из Балтимора на прямой связи с нами. Алла, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир Фёдорович. Здравствуйте, Владимир. Владимир Фёдорович, у меня к вам вот какой вопрос. Как получилось, что после капитуляции Японии не был заключён мирный договор между СССР и Японией? Ведь я, если я правильно понимаю, послевоенная граница нерушимая. Почему Япония сейчас претендует на какие-то острова? Я никак понять этого не могу, но ведь границы нерушимые. Почему Япония, она что, имеет право? Ведь границы послевоенные нерушимы. И почему не заключила Советский Союз, не заключил мирный договор? Сейчас бы Япония рот бы не раскрыла, если бы был мирный договор. Очень разумный вопрос, он возникает. Была возможность заключить мирный договор, но тогда в общем контексте международных отношений, это было в начале 50-х годов, на это не пошли. И поэтому договора нет. Что очень важно, вы говорите, чтобы любые соглашения выполнялись, нужны договоры. Нужно достижение конкретных договорённостей. Так же, как когда распускали Варшавский договор, НАТО, обещания давались на словах, но договоров не было. А в международной политике колоссальное, то есть не колоссальное, а решающее значение, имеет право обеспечения, имеет документы. Посмотрим сюжет, обещанный нашим зрителям, а вы потом расскажете о тех событиях, которые мы увидим с вами прямо сейчас. Заместитель министра иностранных дел СССР, товарищ Петровский, заявил, что интернационализация диалога и иных форм сотрудничества между государствами – примета нового в международной жизни. Далее товарищ Петровский сказал. К сожалению, с этим процессом контрастирует дефицит интереса к международным усилиям со стороны Соединённых Штатов. На Женевской конференции по разоружению американская дипломатия воспрепятствовала проведению в этом году дополнительной сессии конференции с целью ускоренной разработки конвенции по химическому оружию. Она же блокирует там, в Женеве, начало переговоров по ядерному разоружению, запрещению испытаний ядерного оружия, предотвращению гонки вооружений в космосе. Никак не вяжутся с заявлениями США о поддержке деятельности МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия и сотрудничеству в атомной энергетике. Угроза выйти из него в случае принятия неугодных Соединённых Штатам решений. США, вы знаете, блокируют создание Международной космической организации. Лишь они одни бойкотируют сейчас конференцию по разоружению и развитию, которая создана по единодушному решению ООН, причём при согласии тех же Соединённых Штатов. Не лучше обстоит дело и с отношением США к гуманитарному сотрудничеству. Действительно, это был 1987, по-моему, да? 1982. 1982, да? Да, нет, это 1982 год. Да. 1982 год, когда Рейган проводил свою политику оказание давления на Москву, на Советский Союз. И, естественно, все эти договорённости были подвешены в воздухе. И для нас в то время было очень важно использовать трибуну ООН для того, чтобы мобилизовать общественные, организовать какое-то давление на Соединённые Штаты с тем, чтобы они двигались в этом направлении. Но обстановка начала меняться после 1985 года. Я понимаю, что, находясь за пределами нашей страны, наверняка оценивали по-разному ситуацию, происходящую здесь. В период свободной, что называется, прессы мы испытывали иногда неловкость за наших руководителей, за нашего президента, Ельцина, который не выходил из самолёта или ещё как-то себя негативно проявлял. Вы, находясь там, на дипломатической работе, в тех же Соединённых Штатах Америки, были чувства неловкости за страну, за её лидеров, за руководителей, зная всю ситуацию здесь и отстаивая по воле деятельности своей Советский Союз. Понимаете, о чём я спрашиваю? Да, я понимаю, я понимаю. Вы знаете, я вот так вспоминаю, что, конечно, много было разговоров тогда насчёт выступления Никиты Сергеевича в Организации Объединённых. Это то знаменитое событие, о котором я сказал. На нации, когда он снял... То есть, когда он ботинком стучал по столу, но я скажу, это действительно воспринималось многими, особенно в Советском Союзе, негативно. Но я был тогда в Америке, больше того, я был его шефом протокола и сидел где-то сзади, видел, как всё это происходило. Надо сказать, на американцев это не произвело впечатлений, потому что впервые, так сказать, как они увидели, что советский лидер ведёт себя как-то, так сказать, по-человечески. Естественным путём. Поэтому какого-то тогда личного у меня не было, и больше того, я считаю... Никакой прессинг на себе, как на шефе протокола тогда, вы не ощущали? Никакого, никакого не ощущал. Напротив, я считаю, что это было именно воспринято очень. Больше того, даже после... Пора переходить к этой литературной... После этого, значит, выпустили в Америку книжку «Хуизен Чачхи». Это были собраны официальные фотографии, и к ним делались какие-то приписки. И вот тогда в Нью-Йорке... Давайте я покажу зрителям. Это получило большую известность. Вот это вот обуликована была фотография. Ко мне обращается постоянный представитель СССР при ООН Зорин, и говорит, когда я вам дам сигнал, снимите ботинок и передайте лидеру. Никит Сергеевич. Никит Сергеевич. Это было расклеено по всему Нью-Йорку, эта фотография. Тут очень много. Это любопытная книжка, вышедшая в 60... Можно я прибыстрю, немножко зрителям покажу ее, да? Вот тут нужно вот так уже показывать, я смотрю, да? В виде комиксов она выпущена, да? Да, в виде комиксов. То есть брались реальные фотографии, а к ним делались какие-то шутливые... Ну, вот тоже снимок с Никитой Сергеевичем мы видим, да? Нет. А, да, шутливые приписки делались. Я знаю, у вас есть какие-то интересные рассказы, анекдоты, связанные с Хрущевым. Это правда? Ну, не анекдоты, это реальная вещь, я могу вспомнить. Когда я был шефом протокола у Никита Сергеевича, основная его задача была, он хотел установить контакт с Фиделем Кастром. Фидель Кастром приехал на эту сессию, но тогда американцы создали много трудностей для него с размещением в отелях, в ответ на что сказал, что если что, то я разобью палатку и буду жить в палатке на территории ООН. После этого повезтили в районе Гарлема, это Негритянский район, тогда был на 125 улице. И Хрущев поехал к нему навестить его, несмотря на протесты службы безопасности и так далее. А на другое утро, когда были в ООН, он мне сказал, договоритесь о том, чтобы я вот хочу устроить обед для Кастро, чтобы Кастро приезжал к нам на обед в 7 часов вечера на следующий день. Но оказалось, что Кастро был один, кто говорил по-английски, мы с ним договорились, а в то время было около 50 глав государств, и где-то стали звучать машины, уже где-то около чуть ли не полседьмого, Хрущев вышел, думал, едет Кастро. Все мы встали, тут стояло огромное количество прессы, его стали спрашивать, 7 часов Кастро нет, 7.15 нет. Все уже начинают говорить, я даже слышу там, мои коллеги говорят, ну, он напорол, наверное, и не договорился неправильно. Я звоню Кастро, Кастро подходит к телефону и говорит, да я вот сейчас выезжаю. И он приехал с 30-минутным опозданием. Был накал страшный. Все очень нервничали. Но потом Кастро подошел, и когда увидел, сказал Таврик Хрущев, что тут нервничать, мы же с вами партизаны. И поэтому действовали. Это сняло какую-то напряженность, последовал, нанчи прошло очень хорошо. Но вообще была, конечно, напряженная обстановка. Я очень рад, у Хрущева был прекрасный переводчик, Виктор Суходрев, вот он опубликовал очень хорошую книгу. И Виктор всегда его переводил, а я, как шеф протокола, очень боялся, что мне придется его переводить. Потому что переводить было очень трудно. И вот однажды... А почему трудно? Потому что язык у него был необычный. Он употреблял такие разговорные формы, известные кузьки, ну, мать просто. Но он мог употребить такие, которые, так сказать, ты не знал, как перевести на английский язык. Ну, чего, как справлялись? Ну, вот Вальдорф Асторий, как-то он ко мне подходит и говорит, я хочу провести переговоры с премьер-министром Израиля Голдой Мейер. Хотел встретиться, потому что у нас были очень сложные отношения. Все, найдите ее. Я нахожу Голдой Мейер, подхожу к ней, говорю по-английски. И с ужасом смотрю, что суходрева нет, и думаю, какой кошмар мне сейчас... Переводить придется. Придется. Вот эту руссконародную речь. Переводить, да. И вдруг она подходит и на прекрасном русском языке начинает разговор с ним. И эта вот фотография, она до сих пор в Тель-Авиве присутствует. Да. Свидетельство, так сказать, вот этой встречи. Разговор. Это внесло большую разрядку. А вот это что за снимок? А это снимок, это принимал Хрущев тоже у себя. Это была очень интересная вещь. Значит, вдруг Хрущев говорит, что он... Это была, к слову говоря, 60-й год, первое совещание в верхах в Организации Объединенных Наций. И он говорит, я хочу устроить обед для всех глав государств, правительств и генеральных секретарей, которые приехали. Организуйте это дело. Значит, Андрей Андреевич мне говорит, вы проконсультируйтесь с шефом протокола. А шефом протокола в ООН был тогда бельгийский граф, очень оптный. Я к нему и говорю, слушайте, вот подскажите, как организовать просто рассадку? Он говорит, кто у вас? Президенты, генеральные секретари, премьер-министры. Он говорит, у меня последний прецедент таких высоких. Это еще с Венского конгресса где-то, 1880. Но там были одни императоры. И здесь, говорит, ООН давать никакие предложения не может, потому что присутствуют генеральные секретари. И вот тогда я туда-сюда, мне сказали, вот ищи сам развязку. Я предложил тогда, ну давайте, я говорю, посадим по такому принципу. Сначала президенты, потом генеральные секретари, потом премьер-министры. И, надо сказать, этот прецедент был принят. И потом он подшел, а это вот как раз встреча гостей. В тот период времени, да? Да, Титто, Нассер. А приходилось вот нашим зарубежным товарищам объяснять, почему у нас существует такая должность, как таковая генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза? Почему лидер страны является и лидером партии? Или вот таких вопросов не задавал? Такие вопросы, конечно, возникали, но всё это объяснялось, так сказать, тем, что это были две совершенно различные системы, и лидер партии по существу являлся лидером государства. Давайте вернёмся к Ручёву через какое-то время. У меня тоже есть вопросы на эту тему, поскольку я знаю, что сам процесс назначения на должность руководителя протокола или там шефа протокола тоже ведь необычный. Там случай сыграл, какую-то роль, да? Да, но это был чистый случай. Значит, Хрущёв ехал на сессию генеральной ассамблеи, у него был очень известный шеф протокола, очень опытный Фёдор Фёдорович Молочков. И вдруг из Москвы приходит телеграмма, что Молочков заболел, определите шефа протокола на месте. А постоянным представителем был вновь недавно назначенный Валериан Александрович Зорин. И он только что приехал, а я был всего-навсего в атташе, но это самая младшая дипломатическая должность. Но я работал как его помощник, и в частности был вовлечён в организацию встреч с Лумумбой, с этими всеми делами. Он меня знал, и он сказал, что я получил такую телеграмму, я вас знаю, на вас полагаюсь, но ни в коем случае не говорите, какую должность вы занимаете. Если спросить, скажите, что мой помощник. Вот таким образом... Вы признаваетесь, что вы атташе, да? Да, да, да. Таким образом, по знакомству вы были назначены шефом протокола Хрущёва, соблюдая вот это условие, да? Соблюдая это устреловие, потому что он просто пока ещё никого не знал хорошо из персонала. Давайте примем звонок. Давно ждёт Максим из Одессы. Максим, здравствуйте, добрый вечер. Сорвался звонок Максима. У нас 15 минут до конца эфира остаётся. 617-52-20, 617-51-92. Вам доводилось работать в Министерстве иностранных дел из Громыка, конечно. Последние годы, уже будучи заместителем министра, были уже в Арнадзе. Да. Вы сейчас какой-то список доставили, с кем доводилось работать? Нет, нет, это просто сроки, сроки, когда они что-то... А когда это всё происходило, в какие сроки? Да, да. Может, про сроки я вас и не спрошу сейчас? Почему Шеварнадзе называли мистером «нет» там? А, Шеварнадзе, то есть Шеварнадзе, Громыка называли мистером «нет», но это не значит, что он, как часто это интерпретируется, где, мол, Громыка отрицал все переговоры. К слову говоря, мистером «нет» называли и Молотова. И Молотов был довольно жёсток в этой позиции. Громыка же называли мистером «нет», потому что, когда начинались переговоры, он не сразу раскрывал все карты. Сначала он говорил «нет», а потом начинал процесс переговоров. Он всегда придавал огромное значение прощупать настроение другой. Противника или партнёра, да? Противника, да. А потом уже выкладывать свою позицию, прежде чем выходить в компромисс. То есть он начинал с «нет», но ни в коем случае это не означало, что это «нет» переговорам. Но партнёры ведь это уже знали, вот эту технологию ведения переговоров. Знали, но понимали, что если они, он сказал «нет», они ничего не скажут, то разговоров не получится. То есть здесь наверняка увеличивается сила убеждения какая-то, да? Увеличивалась сила убеждения, да, и поиск каких-то подходов. Потому что, надо сказать, Громыко был человек всегда очень прямолинейный и был последовательный государственник. Школа дипломатии серьёзная, хорошая, прошлая. Я считаю, что это отличная школа дипломатии. Я четыре года работал у него помощником, а потом, когда был заведующим отделом, всегда проходил отличную, хорошую школу. И он учил всегда быть прямолинейным, быть прямолинейным и до конца отстаивать свою линию. И что очень важно в дипломатии, никогда не лгать. К слову говоря, вот когда я читал эти английские книжки, я был поражён, что в одной английской книге говорилось. Но это было определение, по-моему, если мне память не изменяет, где-то начало 19-го, середины 19-го века. Вы по поводу того, что дипломат лжец по определению? Да, что дипломат это честный человек, который послан за границу лгать на благо своей родины. И я лично считаю, что это самое опасное в дипломатии заниматься ложью. Я даже помню, у нас бывали случаи, когда мне говорили, слушай, одному скажи одно, другому скажи другое. Это нельзя делать. Потому что дипломаты, как люди, кроме, так сказать, официальных переговоров, они часто общаются и всегда сравнивают, что ты говоришь друг другу. Поэтому в дипломатии нужна честность. Другое дело, в каком объёме ты говоришь правду. Но ты всегда должен говорить правду. И поэтому вот это вот для меня честность, пускай даже говорят тебе неприятной позиции, но ты знаешь, что этот человек тебе не лжёт, что эта позиция реальная позиция. Правда, ведь тоже, наверное, немножко субъективная вещь. Иногда её можно просто не говорить, да? Можно не до конца говорить. Да. Не до конца, да. Хороший дипломат, во-первых, должен знать, что говорить, а что не говорить. Что не говорить, но никогда не лгать. Потому что ты будешь... Особенно сегодня при интернете, завтра будет известно, что ты одному говоришь одно, другому говоришь другое, сравнят. Ну, а на конкретных примерах можно сказать, когда какого-то дипломата, может быть, не нашего, уличали во лжи, и это рушило в моменты доверия? Ну, это бывали, бывали такие случаи, бывали. И правительство быстро, так сказать, тоже меняло. Потому что дипломаты, это тоже люди, которые создают личные отношения, и они работают... Доверие и уважение создаётся прежде всего. Больше того, вот сегодня мы говорим о новом мире и так далее. Сегодня я, например, на этом моё убеждение, я считаю, что нет стран, которые бы занимали какие-то, так сказать, антиамериканские, антироссийские позиции. В каждой стране есть разные люди. И всё зависит от того, с кем ты имеешь дело. Вступаешь в контакт, ведёшь переговоры, да? Личностный фактор имеет большое значение. Давайте примем звонок Дмитрия с Украины. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Фёдорович. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, своё мнение личное. Это мнение страны под названием Соединённые Штаты или же, скажем, госпожи Олбрайт? Почему они хотят нас уничтожить, нас, Россию? Ну, я бы так... Не были бы так категоричны? Так бы категоричен не был. Уничтожить страну невозможно. Другое дело, что пытаются её ослабить, сделать более слабой. Конкурентная борьба существует. Но какая конкуренция идёт? Конкуренция должна вестись тоже, так сказать, методами с учётом реального положения. Я думаю, что уничтожить это было бы слишком сильно. Ну, хорошо, не будем так категоричны, как наш телезритель. Но смысл-то мы понимаем его мысль, да? И направление мысли. Почему, спрашивает телезритель, ослабить интерес России? Ну, потому что есть в Америке, есть определённая группа и определённая группа людей, которые очень заинтересованы сохранить не просто статус сверхдержавы, а сохранить роль гегемона. И это доказывает, к слову говоря, вот эту всю противоречивость позиции. Многие там кричат и говорят о демократии. Да, действительно, демократия. Но демократия на национальном уровне никак не совместима с гегемонизмом на международном уровне. Гегемонизм – это прямое противоречие к этому. И сегодня нужно создавать новую систему международных отношений, которая была бы организована на новом управлении. Вот здесь я должен, сейчас я могу откровенно сказать, я считаю, это было совершенно странное выражение, которое было введено, что нужно организовать хорошее управление. Ну, что значит хорошее управление? На хорошее управление могут претендовать и диктаторы, и кто угодно. Нужно чётко говорить, какое управление мы сегодня говорим. Нуждаемся в мире. И это для меня, во-первых, ответственное, а во-вторых, не просто демократическое, а конституционно-демократическое управление. И в мире есть своя конституция. Это конституция, устав, организация. Объединенная в нации, да. И нужно действовать в рамках этого устава. Это не значит, что устав, и тут бы я хотел сказать, не надо менять. Его нужно менять, нужно адаптировать. Но не значит, что можно, так сказать, ломать приоритет права, содержавшийся. Владимир Владимирович, ну вот вы сейчас немножко так вот в сторону американскую повернули наш с вами разговор. Разумеется, дипломат, это человек, это прежде всего представитель своей страны, представитель того правительства, интереса которого он осуществляет и представляет на территории Америки или какой-то другой любой страны. Но, разумеется, мне кажется, существует такое искушение вживания, да, в страну. Вам это знакомо? Ну, конечно. Искушение колоссальное. Узнать и познать страну. Я помню, вот когда я приехал в Америку, я говорю, я был очень неодержим идеей британской дипломатии, написал две книги. А вот, приехав в Америку, и второй раз я там занялся серьезным изучением американской внешнеполитической мысли. И вот написал свою докторскую диссертацию, занимаясь этим делом. Больше того, мысль и академическая мысль играет колоссальное значение для понимания политических процессов. Подождите, а для дипломатов вживание в страну пребывания, это есть плюс? Я считаю, ну, что вы имеете в виду вживание? Вживание, я под вживанием прежде всего. Ну, не только интерес, по которому вы говорите, я имею в виду, а еще и отчасти замыливание этих интересов того правительства, которое ты представляешь здесь. И поддержка интересов той страны, в которую ты корнями уже пошел. Нет, нет, нет. В этом отношении, Володя, я с вами позволю не согласиться. Как раз каждый дипломат должен руководствоваться национальным интересом. Интересом прежде всего, да? Прежде всего, определить свой национальный интерес. Национальный интерес, который сводится не только к защите государства, но и к защите общества и прав личности. Определение вот этого национального интереса во всем этом объеме имеет колоссальное значение. Ну, вот тоже, пожалуйста, иллюстрация момента вживания в страну мы видим здесь с вами, да? И ее интересов. Это Клинтон, да? Да, Клинтон, она приезжала, когда вместе вот с ее супругом, они были в Женеве, и у нас были хорошие контакты, она всегда была очень открыта. То есть, она тоже интересовалась. Люди, которые приезжают не только, так сказать, из дипломатии, но и из политики особенно, они всегда интересуются. И самое главное, различить, что скрывается за словами, и почувствовать, какие реальные процессы происходят. Потому что в дипломатии много слов, но выявить реальность иногда очень трудно. И в этом отношении, я должен сказать, вот вы упомянули Хилари Клинтон, я помню, очень такие интересные с ней были разговоры. И вообще, я считаю, женщины сегодня могут сыграть очень важную роль в политике. Ну, сейчас про какую страну говорить, Владимир Владимирович? Да я говорю в международном плане. В международном отношении. В Женеве я имел прекрасный опыт с госпожой Брутланд, которая возглавляла Всемирную организацию здравоохранения. А возьмите пример Казахстана. Первым министром иностранных дел там была Акмарал Арастенбекова. И она очень, надо сказать, сейчас выступает не только как и дипломат, но и как очень крупный ученый, большой специалист по глобализации. Женщины могут внести умиротворяющиеся сначала. Не случайно даже в некоторых азиатских странах говорят сегодня о необходимости возрождения матриархата для того, чтобы обеспечить, так сказать, плавную трансформацию глобализирующегося мира. Мы с вами не совсем не поговорили еще с об одном вашем шефе, я имею в виду министр иностранных дел Эдуарда Амрусича Шеварнадзе. Программах немножко поговорили, а вот про этого человека почти и не вспомнили. Пять лет вы работали, да, непосредственно по делу руководством, заместителем, да? Заместителем и первым замом был у него, да. Кто пригласил вас тогда быть замом у Шеварнадзе? Ну, это тогда было, да. Предложен, когда он пришел, я был заведующим отделом международных организаций, а потом через год он выдвинул целый ряд новых замов, и я был в числе. Подозреваю, что в те времена какая-то своя и достаточно серьезная осведомленность у Министерства иностранных дел была. Мы сегодня не смогли найти кадры, о которых я вам немножко начал рассказывать до эфира нашего, когда Шеварнадзе уже так в сердцах сказал на трибуне, я вас предупреждаю, что будет переворот. В 90-м году, по-моему, он сказал и был прав. Вы, может быть, и не помните этого, но мог знать Шеварнадзе об этом или нет? Ну, знать мог чувствовать, мог чувствовать, да. Имею в виду, опять-таки, экономическую ситуацию. Мог чувствовать и экономическую, и политическую ситуацию, потому что, в общем-то, в Грузии тогда же начались уже большие события в Тбилиси, помните, были. Только он мог чувствовать, и в конце 90-го года он ушел в отставку. Ушел в отставку, причем вы же видели с ним накануне, да? Ну, накануне я с ним где-то уже поздно вечером разговаривал по прямому телефону, связи, но я должен сказать, я даже не почувствовал, что он уйдет. То, что он говорил там о наших делах, так как будто бы все продолжается. Если с точки зрения международных отношений, с точки зрения дипломатических отношений, с точки зрения подхода в ведении переговоров и в поиске компромисса, мы как-то охарактеризовали Громыка и сказали, что это мистер Нет, который вел переговоры таким образом, начиная с негатива, и потом разворачивал ситуацию. Что можно сказать о Шеварнадзе? Это тоже наверняка школа работы была с ним, но другая, да? Другая, другая, но школа, так сказать, он сам учился. И я помню, когда он пришел в МИД, он собрал коллегию, я был член коллегии, и он правильно сказал, конечно, говорит, мне трудно здесь заменить Громыка. Громыка был большой корабль, а я быстро ходящая лодка. Понятно, у нас три минуты до конца эфира, не могу вас не расспросить, а совсем другое в вашей деятельности. Мы об этом совсем не говорили, поскольку об основных вопросах вашей жизни сегодня больше говорим. Что касается вашей журналистской деятельности, ведь начинали тоже когда-то там? Ну, я начинал с журналистикой и очень увлекался, еще будучи студентом, писал в вечернюю Москву, и потом, когда ушел. Но тогда те, кто были связаны с МИДом, мы не могли выступать под собственными именами, да? Я употреблял псевдонимы, и очень... Вы как назывались? Какой у вас был псевдоним? У меня было два псевдонима. В.Л. Петров и П. Владимирский. Вот. Я много писал в вечерней Москве, в «Известиях» и в «Новом времени», в «Новом времени», особенно активно. Ну, и мы были близки с многими журналистами, и с Валентином Зориным, в частности. Не то, что близки, я знаю, что с Зориным вы создавали, союз журналистов. Союз журналистов, да, создавали вот это отделение, потом часто общались в Доме журналистов. А надо сказать, это были не просто дружеские посиделки, это всегда были хорошие мозговые атаки. А для того, чтобы принять правильное решение, нужно иметь мозговую атаку. И вы знаете, принять правильное решение нужно знать и противоположную точку зрения. Тогда вы легче вырабатываете свое собственное мнение. Просто нужно обязательно ее рассматривать и иметь в виду, да? Обязательно. И журналисты тогда давали прекрасные блажки. У нас очень мало времени. Давайте быстренько примем. Станислав Кондрашов тоже был очень участвующий. Галина из Воскресенска. Галина, очень быстро ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, слушай. Владимир Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина Евгеньевна, и фамилия моя Петровна. У нас несколько секунд. Так. Скажите, пожалуйста, вы знаете историю своей красивейшей фамилии? Спасибо. Очень коротко. Ну, история, я представляю, фамилия довольно распространенная. Ну, я-то сам происхожу из поколений железнодорожников. Железнодорожные. Несколько поколений железнодорожников. Но для меня моя фамилия представляет большую проблему в английских документах. Потому что существует три различных написания. И у меня даже специальная справка, что три различных написания соответствуют одной и той же фамилии Петровна Петровна. Человек, имеющий три различных написания своей фамилии, железнодорожников, но выдающийся дипломат Владимир Федорович Петровский в прямом эфире был у меня сегодня. Спасибо вам большое сейчас за сегодняшнюю встречу. Приходите к нам в гости, пожалуйста, еще. Традиционно встречаемся завтра в 22 часа.